добрый день дорогие друзья с вами программа размова мы продолжаем говорить беседовать о любви сегодня я хотел бы поговорить о проявлении любви дело в том что на мой взгляд любовь которая не проявляется любовью не является если вы слышите человека который приходит и говорит я тебя люблю брат там обожаю и вот тебе три ромашки но при этом вы никаким образом этой любви не видите то он вас не любит любовь прежде всего стремится не к словесному выражению а именно к действенному и так сегодня мне хотелось бы поговорить именно об этом любовь всегда проявляется смотрите что пишет ан 3 глава 18 стих 1 и она дети мои станем любить не словом или языком но делом и истиной к сожалению в настоящее время мы больше стремимся любить нашими словами вообще наверно весь этот мир современный он знаете развернулся не сколько к любви деятельных сколько к любви романтической знаете такой говорящий и показывающий вот сегодня когда мы говорим любовь то какие ассоциации с этим словом у вас моментально возникает я провел такой небольшой опрос был поражен что для многих это какие-то сердечки да то есть сразу вот ассоциации зрительные возникающие букеты цветов какие-то там романтические вещи закату моря рассвет в горах обнимашки и так далее но на мой взгляд это не выражает природу любви когда мы с вами говорим о любви реальной то в моем разуме моментально возникает образ страдающего христа хотя я был в одной церкви и увидел распятие которыми просто поразило это был крест огромный крест на нем не было самого христа это был просто крест он был весь 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 усыпан потрясающими цветами красиво вполне вписывается в декор молитвенного зала но совершенно неправдоподобно я знаете я сидел думал слушал проповедь и знаете о чем я думал я думал о том что мы даже место страданий любви умирающей любви любви которая взошла на крест мы превратили в открытку в некую красивую картинку и трансформировали ее под свое нынешнее представление любви нам хочется чтобы любовь выражалась именно так потому что это просто нам хочется уйти от сложности любви я не имею ввиду составной сложности нет я имею ввиду что настоящая любовь которая требует проявления и и невозможно фальсифицировать нереально это сделать но любовь выраженную в словах в каких-то красивых жестах действиях вполне себе поддается подделке достаточно купить хороший букет цветов достаточно стащить в интернете какой-нибудь интересную фразочку натянуть на лицо соответствующую улыбочку и всем может показаться что вы любите но бог нас не учил этому смотрите он говорит давайте друзья будем любить не словом и языком давайте будем любить делом и истиной что это означает мне кажется что любящий человек он не просто знаете стремится проявлять любовь и сидит дома и думает вот чем бы еще вот выразить мою любовь чтобы еще такое сделать подарю кая это сделаю кая это нет любящий человек вообще в принципе особо не задумывается над своими действиями потому что любовь это как источник да и он постоянно что-то выходит ты не можешь свои чувства сдержать ты не можешь сдержать свое творчество ты не можешь вообще себя сдержать когда ты влюблен ты ничего не можешь с этим поделать у тебя не будет никаких возможностей спрятать свою любовь а будет вырываться из всех щелей из каждого твоего каждой клеточки твоего естества будет вырываться это любовь в том числе и словах но только лишь в том числе не в первую очередь не только так но в том числе любовь она обязательно будет проявляться и знаете если вы видите но не переживаете если вы чувствуете но не осязаете то может быть то о чем мы говорим его просто нет любовь должна быть проявлены кто-то мне говорит мы не умеем проявлять любовь это ложь это абсолютная ложь недавно ехал по просто по какому-то городу и я был случайным свидетелем как один мужчина достаточно такой знаете грубый с виду огромный бородатый весь на колках он просто бегал вокруг какой-то женщины с букетом цветов и напел есть что-то я подумал что может заставить мужика вот в таком виде да вот делать эти сумасшедшие вещи может быть эта женщина ему денег должны может он просто влюбился когда человек влюбляется он не думает о том как он выглядит то есть как он сейчас споет красиво некрасиво вокруг едут люди на машинах кто-то гуляет и все на него смотрят все фотографируют смеются и так далее ему абсолютно все равно я подумал сколько ему пришлось перебороть внутри себя вот этих сомнений страхов неуверенности каких-то комплексов чтобы сделать это а потом понял что ничего не борол ни с чем не боролся я понял что он ни с чем не боролся он влюбился и знаете первое что ему приходило он просто это выражал ему хотелось это сделать почему это друзья говорю если вы по-настоящему любите то не надо уметь проявлять свою любовь просто выплескивается из вас она просто течет его ничего с этим сделать не можете и вы можете выглядеть глупо недавно мы пересматривали наши семейные старые видео не так много потому что в то время не особо это было распространено какие-то фотографии и было так неудобно знаете потому что ты смотришь на это видео это видишь как ты глупо выглядишь совершая какие-то вещи там особенно вот эти прикольные вещи когда ты становишься на одно колено там протягиваешь у тебя не очень красиво топорщица пиджак где-то там шнурок еще когда ты вдруг внезапно заметил что у тебя два разных носка и прошло 20 лет с тех пор тогда это казалось совершенно естественно поэтому когда ты любишь по-настоящему и я привел примеры из романтическая сфера до взаимоотношений мужчин и женщин но мне кажется что это касается абсолютно всех взаимоотношений любви какие вообще могут существовать в мире любовь стремится проявлять себя и такая отмазка как его я не умею проявлять любовь это не более чем просто попытка оправдаться любовь всегда проявляется и любовь проявляется так как давайте так как получается смотрите римлянам 58 бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были грешниками бог проявляет свою любовь знаете не было так что ты прочитал об этом ты просто читаешь библию да и там написано бог вас любит вот любит каждого человека бог любит рыбок птичек и так далее я читая священные писания разных религий и как раз именно это там и вижу я постоянно вижу как допустим там в том же исламе договорят аллах любящий милосердный он любит он любит он любит но ты включишь телевизор и ты смотришь и там все что связано с исламом и так оправдание имамов о том что то что мы убили столько людей это проявление неправильного ислама правильный ислам всех любит но куда бы ты ни глянул везде где есть ислам везде всех почему-то убивают только в коране есть призывы потом ты читаешь какие-то писания там индуизма да или буддизма и там тоже очень много любви любовь любовь любить всех любить 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 вы должны любить вы должны поступать вы должны делать и вот божества они постоянно говорят о любви но когда ты берешь руки библию там тоже говорится о любви там говорится о том что мы должны любить есть небольшое дополнение в нем нет такого знаете прям супер акцентов в контексте любви но там написано что Бог проявил, доказал свою любовь, представляете, Он проявил свою любовь, Он не просто пришел и сказал о своей любви, Он не просто дал какие-то законы, заповеди, установления, Он пришел и доказал свою любовь, принеся жертву, жертву, от которой в глазах помутиться может, звенит в ушах, это нереально так невозможно, никто из людей просто не способен на это, а Он это сделал, и когда ты слышишь о том, что Он взял своего сына и отдал за мои грехи, ты не можешь мимо этого пройти, ты можешь это отложить, ты можешь попытаться закрыть глаза, но это будет звенеть в твоих ушах, ты будешь постоянно думать, почему это произошло, почему именно я, почему именно так, почему не попроще там букет цветов подарить, мы же так и живем, но Бог настолько высоко, друзья, поднял преланку любви, когда Он говорит, если вы хотите проявлять любовь, то прежде всего она должна проявляться в жертве, и жертва это всегда высшее проявление любви, она не может быть другой, вот вот эта планка, которую поднял Бог, планка любви, она не может опуститься ниже, если ты хочешь, чтобы тебя назвали человеком, который по-настоящему любит, ты всегда будешь жертвовать, ты всегда будешь отдавать, отдавать, отдавать и отдавать, в чем это выражается, в нашей абсолютной повседневной жизни, прежде всего, жертвенность, она выражается в твоем честном и искреннем ответе на вопрос, кто пострадает. когда складывается какая-то ситуация, неважно какая, кто-то тебя обидел или какого-то плана ситуация, который требует разрешения, всегда на первом месте стоит вопрос о том, кто пострадает. ты или твой оппонент, ты или твоя жена, или твои дети, или твои финансы, или что-то твое, и ты выбираешь. Вообще все наши с вами действия в этом мире именно определяются, определяются именно этими вещами. Что мы принесем сегодня в жертву? Наши взаимоотношения с нашими друзьями, наши взаимоотношения с церковью, наши взаимоотношения с Богом, или же пострадают наши финансы, или же я пострадаю. И когда мы с вами любим человека, вопрос о том, что пострадает он, вообще даже не поднимается. Когда ты человека любишь, ты готов на все, только чтобы он не пострадал. И ты жертвуешь деньгами, временем, силами, авторитетом, репутацией, да чем угодно. Только чтобы не пострадал человек, которого ты любишь. Это одно из базовых, наверное, самых важных, самых главных проявлений любви, которые вообще могут существовать в этом мире. Ни в нежности, ни в романтике, ни в красивых, хороших словах, ни в правильных выражениях, ни в натянутых масках, ни в объятиях, когда ты обнимаешь человека и говоришь «Брат мой, сестра моя, люблю тебя, пусть у тебя все будет хорошо, давай за тебя помолюсь». Он проявляется в жертвенности. Тебя обидели. Обидели тебя несправедливо. И внутри тебя появилась обида, и ты готов эту обиду выплеснуть, ты готов бороться за справедливость и так далее. И начинается такая небольшая войнушка местного значения. Кто пострадает? Нет. Допустим, ты добьешься справедливости. Ты добьешься справедливости. Ты победишь. Ты сделаешь все абсолютно необходимое для того, чтобы твое имя было очищено, оправдание пришло. Все сказали, да, ты молодец, но те люди, которые боролись с тобой, те люди, которые обвиняли тебя, те люди, которые сделали тебе что-то плохое, они пострадают. Да, они твои враги, но они пострадают. Будет ли это проявление любви в отношении к ним? Нет, не будет. Что делать? Здесь потрясающее слово, которое, на мой взгляд, всегда должно быть рядом со словом любовь. Это слово прощения. Прощение – это проявление любви. Если ты не прощаешь человека, ты не любишь этого человека. Потому что ты сидишь и думаешь, если я сейчас добьюсь справедливости, могу просто на своем примере. Один человек, он оболгал меня, и эта клевета, она постоянно будоражит жизнь. И я знаю, что мне не представляет большого труда оправдаться. Потому что стоит достать просто документы, показать, и весь мир увидит две вещи. Первое – то, что меня обвинили несправедливо. И второе – что этот человек лжец и обманщик. И я уже готов был это сделать. Но Господь сказал мне, его жизнь будет разрушена. Не делай этого. И я подумал, почему Бог так поступает? Ведь этот человек плохой. Господь в то время открыл мне потрясающую вещь. Он сказал, что он любит моих врагов не меньше, чем меня. Друзья, это настолько важно, что невозможно недооценить этого. Это настолько важно, что невозможно это игнорировать. Бог любит наших врагов не меньше, чем нас. И я понял, что если я сейчас не восстановлю справедливость, это уничтожит мою жизнь, это уничтожит меня изнутри. И Бог сказал, есть волшебное средство. Я извиняюсь за это слово, но есть что-то, что изменит все. Это прощение. И оно далось очень трудно. Но оно освободило. И я понял, что невзирая ни на что, я все-таки люблю этого человека, хотя прошло уже очень много лет. Знаете, не время лечит. Время не излечит твои сердечные раны, если ты не простишь. Итак, вторая вещь, в которой проявляется любовь, это прощение. Нельзя прожить рядом достаточно долго времени и не обидеть кого-то. Если вы живете с человеком вместе, вы обязательно где-то его зацепите. Вы обязательно где-то зацепите его больное место. Намеренно или не намеренно не играет роли. И вас обязательно зацепят. Почему вот люди бегают из церкви в церковь? Потому что они вот ищут, чтобы их любили. И когда их где-то зацепят, они обижаются и говорят, все, в этой церкви нет любви. Может быть, ее нет. Но суть же не в том, что нет в любви, там, в Вите, Паше, Васе, Даше. Нет. Проблема, дорогой, в том, что ее нет у тебя. И это объективная истина. Если ты не смог простить это, значит, ты не проявил любви. У тебя ее нет. И побежишь в другое место, и ты там столкнешься через время с тем же самым. Не потому что в них нет любви, а потому что ее нет в тебе. Давайте, по большому счету, мы знаем самих себя. Мы знаем, до какого предела мы готовы терпеть. Мы знаем, до какого предела мы готовы прощать. До какой степени глубоко нас можно поживать. И нам хочется, чтобы нас не трогать. Но так не будет. И вот когда ты приходишь в церковь или ты в своей семье, где бы ты ни был, ты просто начинаешь жить, ты начинаешь поступать исходя из любви, то ты обязательно будешь прощать. Ты обязательно будешь строить отношения. Ты будешь строить какие-то мосты. Ты научишься поступать не просто правильно, а поступать по любви. Еще одно проявление любви – это верность. Когда мы начинаем наши отношения, когда все только начинается, все радужно, все в ромашках, это не кажется нам чем-то важным. Однако нам потребуется наша верность и потребуется достаточно быстро. Я бы даже сказал, что наша верность в отношениях любви нам потребуется гораздо больше. Я приведу это на простом примере семейных отношений. Сегодня современное общество достаточно, будем говорить, расковано в отношении сексуальных взаимоотношений. Но любого рода сексуальные отношения до брака являются не просто нарушением библейской заповеди, а это проявление неверности. В чем? Почему я так считаю? Все очень просто. Где-то в этой жизни тебя ждет человек, который посвятит тебе самого себя. И мне кажется, что начать быть верным этому человеку, которого, возможно, ты еще не знаешь, еще не встретил он где-то там впереди, стоит начать уже сейчас. Когда мы говорим о верности, то верность, она должна присутствовать в нашей жизни уже сама по себе. Когда ты перепробовал множество вариантов, попробовал множество отношений, то к истинным, к хорошим, к твоим отношениям ты подходишь уже в какой-то мере неполноценный. Если, конечно, ты к ним вообще подойдешь. Вообще, люди, пытающиеся постоянно менять партнеров, постоянно искать чего-то нового, подходящего, это те люди, которые, наверное, просто не понимают и не представляют, чего ищут. И этот процесс, он длится все время постоянно. Верность, она должна присутствовать именно как проявление нашей любви. И когда мы уже имеем отношения, когда у нас есть взаимоотношения в церкви, когда у нас есть взаимоотношения в семье, когда у нас есть вообще какие-то отношения, то верность проявляется в том, что мы никаким образом не мыслим нашей жизни без взаимоотношений с этим человеком, с этой церковью, с этим городом, с этой страной. Наша любовь, она проявляется именно в этом. Мы не можем прожить без этого человека, мы не сможем выжить без него, нам вообще не рисуется. Вы пытаетесь нарисовать себе жизнь где-то там вне вот этого общения, вне моей церкви, вне моей семьи, и оно не рисуется. Вот как бы вы не пытались красочно описать эту жизнь без, то оно не рисуется, только в черных тонах, только в каком-то таком гротескно-негативном виде. Это и есть вот это присутствие верности, ее наличие в твоем сердце. Когда подходят кризисы, когда подходят какие-то моменты, когда враг тебя толкает и говорит, порвите отношения, разрушь, разрушь. Вообще любого рода, друзья, движения, разрушения, это сатанинские вещи, разделить, разорвать, оторвать, выбросить, выкинуть, не общаться, это всегда дьявол. Он всегда приходит и он разделяет. Но эти моменты, они приходят. Где-то в конфликтах, на эмоциях приходит дьявол, и он начинает тебя потихонечку расшатывать. Вот здесь то, что тебя наполняет, вот эта верность, она начинает выполнять роль, знаете, такого цемента, который находит эти трещинки. Он заполняет эти трещинки, соединяя назад то, что враг пытается разрушать. Если в тебе нет любви, то в тебе нет и верности. Когда мы с вами ищем взаимоотношения, ищем людей, с которыми мы готовы это строить, прежде всего нужно просто посмотреть на этого человека под этим углом. Насколько он верен? Насколько он верен своей церкви? Насколько он верен своим родителям? Насколько этот человек верен в том, что ему верено? И это покажет вам, будет ли этот человек верен вам. Потому что не может быть такого, что человек верен в чем-то одном, а не верен в чем-то другом. Вообще верность, она либо есть, либо ее нет. Потому что верность – это спутник любви. Когда Бог дает нам это, это в нас обязательно присутствует. Еще одно несомненное проявление любви – это безусловное принятие. Как только звучит риторика «мы готовы вас принять», если вы сделаете то-то и то-то, если ты изменишь это, если ты научишься вести себя так или делать вот эти вещи, тогда мы готовы тебя принять. Если ты покаешься, мы тебя обязательно примем. Если ты поймешь, мы обязательно будем с тобой общаться. Но послушайте, Бог принял нас такими, какие мы есть. Он не стал тратить годы нашей жизни на то, чтобы привести нас в нужное состояние, подходящее для взаимоотношений с Ним состояние. Если вы не первый день верующие, то вы понимаете простую истину. Сегодня наши отношения с Богом спустя определенное количество времени становятся гораздо более глубокими, гораздо более сильными, что ли. Наше внутреннее понимание жизни, как мы его понимаем, как мы его видим, что мы думаем о Боге, что мы думаем о взаимоотношениях Бога с этим миром, оно другое. Оно не такое, какое оно было некое количество лет тому назад. И это приводит к более глубоким отношениям с нашим Небесным Отцом. Но Он принял нас тогда, когда наше вообще понимание было на нуле. Полюбив нас, принеся в жертву собственного сына, приняв нас, Он начал строить с нами отношения. Никак не наоборот. Многие люди верующие живут таким образом, что Бог полюбил нас, потом Он отдал сына своего, потом Бог начинает нас как бы готовить, менять нас, чтобы принять, когда мы умрем. Но Он принял нас сейчас такими, какие мы есть. Если мы с вами являемся людьми Его, если мы являемся теми, кто наполнен Его Духом, те, которые несут Его сущность, Его природу, то мы принимаем людей такими, какие они есть, и мы помогаем этим людям достигать совершенства, тренируя друг друга, молясь друг за друга, поддерживая друг друга. Но мы обязательно принимаем, потому что неприятие, это один из таких, знаете, барьеров, который закроет, обязательно закроет другого человека от любых, абсолютно любых попыток помочь им. Сегодня церкви полны всевозможных компаний, землячеств, всевозможных каких-то тусовок. И эти тусовки, они обособлены, они закрыты, туда невозможно проникнуть, невозможно ничего там толкового сделать. Я это хорошо знаю, потому что, приехав в Беларусь, я как раз попал в такую ситуацию, когда ты вроде бы свой, но в то же время ты совершенно чужой. Тебя рады видеть, но не готовы принять. И это до сих пор является одной из достаточно серьезных проблем. Принятие, друзья, это основа, еще одна основа любви. Принимайте других, принимайте их в свою жизнь, принимайте, невзирая на угрозу того, что, возможно, они будут что-то менять, что-то ломать, что-то будет происходить не в том ключе, как вам хотелось бы. У Бога есть свой план, который обязательно исполнится. Поэтому я бы хотел пожелать вам, чтобы вы проявляли вашу любовь к тем людям, которые вас окружают. Чтобы вы признались, наверное, самим себе, что вы, может быть, не любите, но вы хотите. Потому что, когда мы говорим об этом, особенно когда мы говорим это Богу, то Он приходит в нашу жизнь, и Он наполняет нас этой любовью. Потому что мы с вами не являемся источниками любви. Мы всего-навсего проводники. И когда Бог нас наполняет, то получается, что наша с вами любовь – это всего-навсего отражение Его любви. И в таком случае, если вы приходите к Нему, вы не сможете не любить. А если вы будете любить, эта любовь обязательно будет проявляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!